Жнево у Могилёвской области практически завершено. Засталось убрать менее за процент площадь сбоживых и зернебабовых культур, а так само гречки и проса. Те перешний выник по воду для оперативной информации – 1 миллион 170 тысяч тонн сбожа. Селяне рыхтуются справлять дожинки до областного фестиваля Кермашу, який отбудется у Кличеве, могилёвский скульптор Андрей Веробьё уробит новую скульптуру. У Кличеве дожинки – это такое символичное свято. И это рог богаття. Это тое, что мне придумалось, модель су свято и символ нашего добробыту. У майстерни скульптора идёт работа. Пакой рог богаття лепится с глины, потом будут гипсовые формы и канчатковый вариант зробец бронзы. С этого рога богаття сыпятся знайомые сюжеты и повседённые речи. А двязковые хаты и городских пейзажов з усим светом под крылами бусла до смачных харчоу. Это горбуз, перцы, якие злеплены з натуры, кукуруза, жита у снапе. А далее бульба, без якой беларусы не уявляют сабе столы житсё. Агурки, молоко, хлеб, яйки и шмат шагу інше. Рог богаття можно обходить экскурсии и находить усё новые цикавостки. Ну и мясную продукцию представляет колбаска и кумпячок. Андрей Верабьёв працует уже на четвертой скульптурой, промеркованной дадажинок. Городские студенты, круглянская подкова, кировский сноб. И вот теперь рог богаття. Специально для Кличева. Причым рог великий. Бывышиня скульптуры 2,2 метра. И, кроме всего того, что можно докранаться, чого хочется, можно разом загадать некое потаемное ожидание и таким чином сфотографоваться, тримающий рог своего счастья. Интервью Андрея Верабьёва, у яким могилёвский скульпта, рассказал не только про дажинковский рог богаття и его философию, але и про свои іншые творчые проекты глядзите в информационно-аналитичной программе «Дынями». Продолжение следует...